В самом сердце Англии в 1922 году началось одно удивительное путешествие. Двое молодых людей, Уильям Лайонс и Уильям Уолмсли, разделяли страсть к мотоциклам и мечту о создании красивых и доступных автомобилей. Так, в английском Blackpool появилась компания Swallow Sidecar Company. Поначалу они специализировались на производстве колясок для мотоциклов. Эти коляски славились своим элегантным дизайном и качеством изготовления. Лайонс, прирожденный продавец с острым чутьем на дизайн, разглядел растущий потенциал автомобилей. Он увидел возможность применить философию дизайна Swallow к кузовам автомобилей. Это привело к судьбоносному решению в 1927 году. Компания переключилась с производства колесок на производство кузовов для автомобилей. Творения Swallow выделялись своей спортивной элегантностью и доступностью. В 30-е годы Swallow Sidecar Company превратилась в уважаемого производителя автомобилей. Идея Уильяма Лайонса создавать стильные и доступные автомобили нашла отклик у публики. В 1935 году наступил переломный момент, дебют седана SS Jaguar. Именно тогда впервые было использовано ставшее легендарным название Jaguar. SS Jaguar был элегантным аэродинамичным автомобилем. Он мог похвастаться мощным двигателем и роскошным интерьером. Автомобиль мгновенно стал сенсацией, покорив воображение автолюбителей. Успех SS Jaguar упрочил репутацию компании как производителя мощных и стильных автомобилей. Однако начало Второй мировой войны вынудило остановить производство автомобилей. Компания переключилась на поддержку военных действий. Окончание Второй мировой войны принесло волну оптимизма и жажду роскоши. Уильям Лайонс почувствовал эти изменения. В 1945 году компания стала Jaguar Cars LTD. В 1946 году на лондонском автосалоне. Jaguar представил XK120, изменивший имидж бренда. XK120 произвел фурор своим дизайном и мощным двигателем. Победы XK20 в гонках закрепили репутацию Jaguar. 50-е годы стали золотой эпохой автоспорта, и Jaguar был на гребне этой волны. Успех XK120 на трассе пробудил в Jaguar страсть к гонкам. Уильям Лайонс видел в автоспорте идеальную платформу для демонстрации мощи и надежности своих автомобилей. Увлечение Jaguar автоспортом увенчалось легендарными победами в 24 часах Лемана, пожалуй, самой сложной гонке на выносливость в мире. C-Type с его аэродинамичным плавным дизайном одержал победу в 1951 и 1953 годах. Затем появился D-Type, чудо техники, с его инновационными дисковыми тормозами и легкой конструкцией кузова, который доминировал в Ле-Мане в 1955, Бесап-Си-6 и 1957 годах. Эти победы в Ле-Мане стали для Jaguar не просто победами в гонках, это были поворотные моменты в истории компании. Триумфы прогремели на весь мир, превратив Jaguar в мировой символ скорости, маневренности и гоночных достижений. Раздел пятый. Сенсация E-Type. Рождение иконы дизайна. После гоночных триумфов 50-х годов Jaguar переживал волну успеха. Компания зарекомендовала себя как сила, с которой нужно считаться, как на трассе, так и за ее пределами. Однако Уильям Лайонс знал, что нельзя почивать на лаврах. В 1961 году на Женевском автосалоне Jaguar представил автомобиль, который станет легендой. E-Type. Его длинный рельефный капот, плавные линии и обтекаемый профиль не были похожи ни на один автомобиль, который когда-либо видел мир. E-Type мгновенно произвел сенсацию, покорив сердца энтузиастов и племив воображение публики. Говорят, что даже Энцо Феррари, легендарный итальянский автопроизводитель, назвал E-Type самым красивым автомобилем из всех, что он когда-либо видел. Оснащенный мощным шестицилиндровым двигателем, он мог развивать максимальную скорость 240 км в час. E-Type был не просто автомобилем, он стал культурным феноменом. Раздел шестой. Меняющийся ландшафт. Слияние и борьба за индивидуальность. Несмотря на успех E-Type, 60-е годы ознаменовались для британской автомобильной промышленности периодом значительных перемен. Это привело к волне слияний и поглощений, навсегда изменивших ландшафт британского автомобилестроения. В 1966 году Jaguar объединилась с British Motor Corporation, образовав British Motor Holdings. С одной стороны, это обеспечило доступ к большим ресурсам, с другой, принесло проблемы. Это часто приводило к конфликтам в философии дизайна и размыванию уникальной индивидуальности Jaguar. Раздел седьмой. Новое начало. Независимости годы Ford. 80-е годы стали поворотным моментом для Jaguar. В 1984 году Jaguar снова стал независимой компанией. Эта независимость принесла новое чувство цели. Джон Иган сыграл решающую роль в возрождении Jaguar. Иган сосредоточился на повышении качества и производительности. Репутация Jaguar улучшилась, и продажи начали расти. Новые модели, такие как XJ40 и XJS, укрепили позиции Jaguar. В 1990 году Ford приобрела Jaguar, добавив его в пример Automotive Group. Раздел восьмой. Эпоха Тата. Возрождение инноваций и стиля. В 2008 году Тата Моторс приобрела оба британских бренда. Приобретение было встречено неоднозначно. У Тата Моторс под руководством Ротана Тата было четкое видение будущего Jaguar. Они осознавали важность сохранения наследия Jaguar. XF 2007 года представил более современную и спортивную эстетику. F-Type 2013 года возродил дух легендарного E-Type. Раздел девятый. Современный модельный ряд от седанов до внедорожников – новое определение роскоши. Под руководством Тата Моторс компания Jaguar претерпела значительные изменения. Бренду удалось избавиться от имиджа производителя автомобилей для людей старшего возраста. XZ конкурирует с BMW 3 серии и Audi A4. Jaguar вышел на рынок внедорожников с F-Pace в 2016 году. F-Pace стал самой продаваемой моделью бренда. Jaguar выпустил и Pace, и полностью электрический I-Pace. Раздел десятый. Взгляд в будущее электрификация и будущее Jaguar. В то время как автомобильная промышленность переживает период беспрецедентных перемен, когда на первый план выходят технологии электрификации и автономного вождения, Jaguar имеет все возможности использовать эту новую эру. Успех I-Pace продемонстрировал способность Jaguar разрабатывать привлекательные и технологически совершенные электромобили. Опираясь на этот успех, Jaguar объявил о грандиозных планах на будущее, в основе которых лежат электрификация и экологичность. Jaguar стремится стать полностью электрическим брендом к 2025 году, полностью отказавшись от двигателей внутреннего сгорания. Этот смелый шаг свидетельствует о приверженности Jaguar более устойчивому будущему и стремлению быть в авангарде революции электромобилей. Хотя подробности о будущих моделях пока скудны, Jaguar намекнул на разработку линейки электромобилей, включая седаны, внедорожники и, возможно, даже спортивные автомобили. Кроме того, Jaguar активно инвестирует в технологии автономного вождения. Раздел 11. Заключение. Наследие грации, скорости и динамики. От скромного начала в качестве производителя колесок в 1922 году до нынешнего положения ведущего бренда автомобилей класса люкс Jaguar прошел необыкновенный путь. В периоды триумфов и невзгод, слияний и поглощений Jaguar неизменно оставался верен своим основным ценностям грации, скорости и динамики. История Jaguar – это свидетельство дальновидности и целеустремленности его основателей Уильяма Лайонса и Уильяма Уолмсли, а также бесчисленных инженеров, дизайнеров и энтузиастов, внесших свой вклад в наследие бренда. Начиная новую главу своей истории, определяемую электрификацией и экологичными технологиями, бренд Jaguar имеет все шансы продолжить свое наследие инноваций и ярких впечатлений. Прыгающий Jaguar остается символом автомобильного совершенства, олицетворяя бренд, который продолжает вдохновлять и внедрять инновации, гарантируя, что легенда Jaguar будет жить вечно. Субтитры создавал DimaTorzok